К другим событиям. Сегодня в Щебоксарах открылись волковские чтения, посвященные 90-летию академика Геннадия Волкова. Наш земляк, основоположник этнопедагогики, его идеи нашли практической применении не только в России, но и за рубежом. Среди его учеников нынешние профессоры и ректоры учебных заведений, доктора и кандидаты педагогических наук. Чуваши и марийцы, калмыкии и казахи считают его своим учителем. Я с ним не просто встречался, спорили, делились. Когда я писал диссертацию, его мысли тоже были взяты для того, чтобы расширить вот эту проблему. Я изучал двуязычие в Поволжье. Этнопедагогика сегодня не просто как рядовая отрасль общей педагогики, а она расширилась и вглубь пошла. Те, кто внес существенный вклад в развитие этнопедагогики, сегодня получили высокие награды из рук главы Чуваши и Михаила Игнатьева. Для меня, во-первых, большая честь получить эту награду. В этом зале сидят гораздо более достойные ученики Юрия Анатольевича Волкова. Это пределами этого награды в Дании. Но я надеюсь, что эта медаль станет государственной наградой Российской Федерации и эти ученики, достойные ученики, получат государственную награду. Основная тема конференции – этнопедагогика как фактор сохранения российской идентичности. Этой проблеме посвятят круглые столы и заседания. Кроме этого, на площадках будут работать этнопедагогические и творческие мастерские. Волковские чтения продлятся три дня. Татьяна Леонтьева, Елизавета Зайцева, Олег Якимов, Республика.